Через пять месяцев на этих виноградниках появится первый урожай снова для тихих и игристых. Сейчас для виноградарей жаркая пора. Нужно успеть все уходовые работы сделать вовремя. На помощь им уже пришли новейшие технологии – дроны, которые готовы трудиться практически в любую погоду и время суток. Один такой промышленный дрон обрабатывает 8 гектаров в час. На его подготовку требуется 10 минут, необходимый раствор и специальная программа, благодаря которой он ориентируется на местности. К необычному летательному аппарату на предприятии привыкли. Первый запуск был в прошлом году. Работу дрона оценили на отлично. Дроны в обращении, так сказать, не сложные. Раздвинули лучи, лопасти закрутили и все. Лопасти просто раздвинули. Ничего как бы такого замудренного нет. Площадь обработок в день с помощью одного звена дронов в количестве двух единиц позволяет нам обрабатывать до 130 гектаров в день. Соответственно, это намного быстрее и эффективнее, чем работать традиционно с опрыскивателями с тракторами. Для сравнения, чтобы отработать такую же площадь по старинке, требуется 12 тракторов. Теперь эту технику задействуют на установку шпалеры, культивацию и уборку лозы. Площадь виноградников на этом предприятии – 760 гектаров. Для каждого участка уже есть своя карта, по которой и будут работать дроны. Кстати, помогают устройства не только в полях. Незаконных пользователей электросети в Новороссийске тоже вычисляют дроны. Фото и видео нарушителей отправляют в полицию. Административных дел на сегодняшний день составляется порядка от 3 до 10 актов ВМ, выявленной мощностью хищения электроэнергии ежедневно. При помощи дронов порядка 2-3 в день. Сумма штрафа от 15 до 30 тысяч рублей. А если нарушение повторное, то человеку грозит уголовная ответственность. Без такого квадрокоптера сотрудникам НЕСК уже не обойтись, ведь при помощи дронов осматривают и повреждения на линиях электропередачи. Так что если дом или целая улица остались без света, на помощь высылают не целую бригаду, а одного монтера с дроном, который выявляет проблему. Анна Бакулина, Александр Брыксин, Кубань-24, Новороссийск.